В ГАИ рассказали подробности аварии с участием авто из каршеринга и такси. ДТП случилось из-за конфликта левого поворота. Видео момента происшествия обнародованное. Госавтоинспекция показывает развитие событий. Судя по записи, таксист решил повернуть сразу после переключения сигнала на зеленый. А не в конце цикла, когда весь встречный поток проедет. Ехавший по свободной правой полосе каршеринг не снижал скорость и не ожидал встретить препятствия. За рулем такси находился 39-летний водитель. В результате ДТП три пассажира получили травмы. Их увезли в больницу для обследования. Появились и подробности аварии на МКАД с участием трех автомобилей. Как выяснилось, на третьем километре внутреннего кольца водитель Форд забыл про безопасную дистанцию и врезался в лянча, которая резко остановилась впереди. Удар был такой силы, что лянча отбросила на металлический отбойник и развернула на 180 градусов. После этого в нее врезался «Опель». Несмотря на серьезные повреждения авто, в ДТП никто не пострадал. А на улице Воронянского в столице автомобиль протаранил светофор. Известно, что 59-летняя водитель «Ниссан» при развороте не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. В результате опасного маневра автоледи врезалась в светофор. От удара водитель не пострадала, но ее машина, как и светофор, теперь явно нуждается в ремонте. В Могилеве в результате ДТП пострадала пешеход. По данным милиции, женщина переходила дорогу в неустановленном месте и ее сбил автобус. Сообщается также, что пешеход была пьяна. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Куча мала. Подростковая забава – самое подходящее описание массовой аварии, которая произошла в США. Судя по всему, автор ролика снимал последствия ДТП, которое случилось на его пути. Но инцидент получил развитие. На машины, которым и так досталось, свалился грузовик. По всей видимости, фура проезжала по верхней магистрали. Но что-то пошло не так, и она упала на кучу машин, которые до этого столкнулись на нижнем уровне трассы.